Замок Мейдерслот расположен на островке посреди устья реки Фехт, впадающей в озеро Меркермер. Датой основания замка считается 1280 год. Он входит в число тех немногих замков-счастливцев, которые сохранились до наших дней, практически в первозданном виде. Выглядит замок точь-в-точь, как на картинке из рыцарской книги. Компактный и грациозный, с башенками и бойницами, в окружении традиционного рва с водой. Подъезд только по мосту с одной стороны. Несмотря на такой неприступный вид, Мейдерслот никогда не был военным объектом. Задумывался он как своеобразная таможня того времени. Удобное расположение укрепления давало возможность его первому владельцу, графу Флоресу, собирать дань с проплывающих мимо в город Утрехт торговых лодок. Графа Флореса, по одной из легенд, убили собственные слуги. Говорят, его привидение до сих пор бродит по замку. Чем только не приходилось быть Мейдерслоту в последующие века. И резиденции монархов, и настоящим литературным салоном писателя Питера Хофта, на приемы к которому съезжалась вся литературная и музыкальная элита тех времен. И даже тюрьмой в конце 18 века. В связи с последним обстоятельством голландцы хотели разрушить замок и выставили его на продажу, чтобы желающие могли купить себе исторические строительные материалы. Ситуацию спасли писатель Самуил Веселиус и король Вильгелем I. В течение не одного десятка лет постепенно были восстановлены стены и крыша. А в 1895 году Мейдерслот получил вторую жизнь, перейдя под окончательное покровительство государства. Восстановленное и отреставрированное сооружение в 20 веке сделали филиалом Государственного музея Амстердама. В замок передали коллекцию средневекового оружия и доспехов, портретную галерею. Замок стал туристическим объектом и местом проведения игр и телепередач национального телевидения. Напротив входа в замок разбит исторический сад, где, как и в 17 веке, выращивают травы и овощи. Все помещения открыты для просмотра. В залах с восстановленным интерьером расположена экспозиция Золотого века, включающая в себя мебель, картины, предметы обихода 16 века. Пройдя по древним залам, можно проникнуться суровым духом тех времен. Добротные винтовые каменные лестницы, старая утварь и рыцарские доспехи, а также подвалы, некогда бывшие тюрьмой. Этот замок настоящий раздолье для туристов, история, которую можно потрогать руками. Продолжение следует...